Привет друзья, на связи Smart Plus. Я хочу рассказать коротко о главном в этих двух смартфонах и их отличиях. Цены, внешность, эргономика, комплектация, экраны, производительность, камеры, звук и автономность. Вот главное, что интересует меня, как наверное и вас. Почему же именно этих два товарища? Ведь есть также Redmi Note 7 Pro, чуть улучшенный вариант. Все очень просто, его нет для глобального рынка, а этих два смартфона уже есть. По принципу купил, достал из коробки и пользуешься. Итак, цены. Чтобы узнать и сравнить, я конечно же использую Е-каталог. Семерка продается у нас и стоит довольно дешево. Тут можно посмотреть динамику цен, что потихоньку до сих пор падают. Redmi Note 8 Pro написано, что ожидается, но их характеристики уже можно сравнить. И он вот-вот появится у нас. Ведь открыв Алиэкспресс, мы уже видим, что там можно заказать. Правда цены пока не радуют. Но это временно, а если уж покупать, то уже глобалку. И да, так всегда на старте продаж. Чуть подождать и цены устаканятся. И за 200 баксов это будет то, что нужно. В любом случае ссылки на цены у нас и на Алиэкспресс в проверенных продавцов будут в описании. Может когда вы смотрите, уже все по-другому в этом плане. Но то, что 8 Pro будет чуть дороже обычной 7-ки, тут и так понятно. Второе отличие и одно из главных. В Note 8 Pro появился модуль NFC. Теперь его можно назвать универсальным унисекс-середнячком. Китайцы поняли, чего от них требуют и наконец-то родили. Я этому искренне рад и для меня данный пункт один из самых главных критериев. Пишите в комментах, важен ли он для вас. Если вы, конечно, не школьник младших классов. Дальше, конечно же, внешность. Во-первых, спереди у них экранчики IPS Full HD. Но заметьте, что экран 8 Pro шире и сам он чуть выше. Неудивительно, экран в 8-ке больше. 6,53 дюйма против 6,3 дюйма в 7-ке. Но самое важное, только посмотрите на толщину рамок в сравнении. У 8 Pro рамки ощутимо уже со всех четырех сторон. Это делает смартфон гораздо свежее восприятий. В полезной площади больше, рамок меньше. 7-ка еще и более вытянута с виду. 8 Pro как-то более симметричен. Капли есть у обоих. Но трудно не согласиться, что в 8-ке опять-таки она более аккуратно смотрится. Эти вырезы при желании, кстати, можно скрыть у обоих. Спереди и сзади у наших смартфонов стекла. Только в обзоре 8-ки я уже упоминал о том, что оно очень легко царапается. И нужна пленка. Хоть с 7-кой мне больше повезло в этом плане, но по сути материалы скорее всего одинаковы. Торцы у нас также пластиковые. Если 7-ка более квадратный и угловатый, то 8-ку сделали с более плавными очертаниями сзади. И он чуть лучше сидит в руке, хотя и чуть шире. USB-C. Вход под наушники, который у 7-ки сверху, у 8 Pro снизу есть. Инфракрасные порты тоже на месте. Стилистика, скажем так, выдержана. Сзади, кстати, тоже все переливается. Пачкается, как и в 7-ке. Блок камер выступает у обоих примерно на одинаковую высоту. Комплект стандартный. Есть чехлы, шнурки и скрепки. Но еще одно отличие. В 7-ке кладут обычную зарядку на 5 вольт 2 ампера. И под шумок хочу показать вам один из вариантов. Компания Ugreen заслала мне Powerbank на 20 тысяч миллиампер с поддержкой быстрой зарядки. Я, конечно же, испробовал на Redmi Note 7. Действительно заряжает быстро. И емкости хватит на 4 зарядки Redmi Note 7. В общем, кто ездит куда-то в дороге нужна зарядка, причем быстрая, для телефона, ноутбука, причем с большой емкостью и по нормальной цене, ссылку тоже добавлю в описании. Компания известная, проверенная, напомню, это Ugreen. И этим все сказано. Ладненько. В Redmi Note 8 Pro в комплекте блочок уже с поддержкой быстрой зарядки. И по скорости немного будет превосходить семерку с обычной зарядкой. В обоих случаях, как я уже говорил, у нас Full HD матрицы с одинаковыми возможностями корректировать баланс белого и другие стандартные настройки. Я заметил, что на максимальной яркости на обоих аппаратах семерка чуть ярче, чем новинка 8 Pro. Пользоваться комфортно обоими, но на ярком солнце выигрышнее будет семерка. Не знаю, связано ли это с технологией защиты от синего спектра в 8 Pro, или это просто банальная экономия. А так картинка сочная и с хорошими углами обзора. Видно, что экраны довольно качественные. Дальше я сравнил звук. Я думал, что будет очень подобная картина, но на практике новенький 8 Pro уступает по звуку семерки. Микрофон камеры не передаст в полной мере, но послушайте. Вживую это выглядит так. В восьмерке неплохой звук и по громкости, и по самому качеству звучания. Но включая Redmi Note 7, понимаешь, кто тут папа. И звук более объемный, и при этом еще и чуть громче. Вот такие пироги. И опять непонятно, экономия это или же особенности конструкции корпусов, а динамики одинаковы. Но по факту семерка звучит лучше. В наушниках картина не сильно отличается, и это, конечно, зависит от самих наушников. В моем случае обычные пищалки. Но мне и там, и там хватает всего. Да и MIUI позволяет гибко настроить. Разговорные динамики и микрофоны в обоих отличные. Далее мы сравним камеры. Если в Redmi Note 7 два модуля основной камеры, то в 8 Pro уже целых четыре. И добавилась возможность снимать фото на 64 мегапикселя. В Note 7 заявлены 48 мегапикселей максимум. То есть в 8 Pro у нас стандарт 16 мегапикселей и возможность включить 64. В семерке стандартные 12 и возможность включить 48. Что ж, давайте сходу сравним 64 и 48. Это, думаю, самое интересное. Как видите, в этом режиме разница очень-очень большая в плане детализации. Redmi Note 8 Pro ощутимо получше. И так на каждом фото в этом режиме. Я еще во время обзора Redmi Note 7 заметил, что 12 и 48 мегапикселей на практике ничем не отличались, кроме размера. Потому тут имеем такой результат. Давайте же глянем на это же фото, только в обычных режимах. 12 и 16 мегапикселей. Тут разница уже не так заметна. Хоть все же небольшой перевес в сторону 8 Pro таки есть. Дальше я решил попробовать макро. Действительно, сфокусироваться на Redmi Note 8 Pro в макро можно с меньшего расстояния. На фото самый возможный минимум расстояния к листочку. Само качество плюс-минус. С небольшим перевесом 8 Pro. Потом я попробовал более сложные условия фокуса. И вот здесь, как я не старался сфокусироваться на объекте Redmi Note 7 и автофокусом и по тапу, у меня ничего не вышло. Потому я так и показываю. В то время, как видите, на 8 Pro удалось это сделать и получить действительно красивое атмосферное фото. То есть с фокусом проще у восьмерки. Дальше я включил портретный режим. Как видите, освещение уже так себе. Плюс пасмурно. Осень как-никак. И тут мало того, что качество в Redmi Note 8 Pro получше, так еще и размытие меньше ошибается. Посмотрите на уши кота. Плюс боке более естественное, по-моему. Видно, что над этим режимом поработали. Потом, когда уже начало смеркаться, я включил ночной режим на аппаратах и сделал эти фото. Что сказать? Так, качество плюс-минус схоже. Местами у 8 Pro, конечно, больше деталей. Нет смазов и цвета более натуральные. Но результат мне более чем нравится в обоих случаях, в условиях такого освещения. Что касается фронталок, то 13 мегапикселей у семерки и 20 у 8 Pro. Тут свет тоже уже не идеальный, но, как видите, наш новенький и по цветам, и деталям лучше. Также посмотрите на задний план, на небо и здание. В семерке пересветы, в 8 Pro все с этим нормально. В общем, части фото 8 Pro лучше абсолютно во всем. Правда, есть еще лайфхак для семерки. Многие ставят гугл камеру на него и она улучшает его фотовозможности. Так что в обычном режиме даже может догнать 8 Pro. На это уже нужен целый отдельный сюжет. Как ни странно, видео в Redmi Note 8 Pro бесспорно, просто бесспорно сливает Redmi Note 7. Если говорить о Full HD 30 кадров со стабилизацией. Чем будут пользоваться 90% пользователей? В 8 Pro сплошное мыло и вроде как снято на очень бюджетный смартфон. Покажу вам поочередно. Если вы еще смотрите не со смартфона, а на большом экране, то вы сразу же поймете о чем я и увидите огромную разницу. Тест съемки видео на смартфоны Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 7. Full HD 30 кадров. 4K у нас Redmi Note 8 Pro поддерживает, а Redmi Note 7 нет. Так что у них равные условия, стабилизация тоже включена. Ну и смотрим качество съемки видео. На экране чуть теплее смотрится на Redmi Note 8 Pro и чуть холоднее на 7. А так в целом, в принципе, картинка схожая, но немножко более кропнутая на экране у Redmi Note 8 Pro. У 7 немного больше угол. Вот такое у нас качество видео на два этих смартфона. Если включить 4K на 8, без таба ситуация улучшается, но видео получается дерганными и несмотребельными. Короче, для видео 8 Pro лучше не брать. По крайней мере сейчас. Вот так, оказывается, бывает. Ладно. Следующий, не последний момент, это производительность. В целом, в оболочке чуть шустрее будет работать 8 Pro, как и при скролле, разблокировке, открытии приложений. Но и семерка довольно шустрый. Напомню, что в 8 Pro Proz Helio G90T. В семерке Snapdragon 660. А вот в играх не все так однозначно. Игры лучше заточены именно под Snapdragon. По крайней мере, на момент выхода данного видео. Но, например, в одной из самых тяжелых игр, танках, я ловил серьезные просадки на 8 Pro даже на средних настройках. В то время, как на 660 Snapdragon можно смело играть на средних. Так что в игровой производительности я осмелюсь выставить плюс-минус паритет. Пока что Proz 8 Pro недооптимизирован. Но все может измениться со временем. И, наконец, автономность. Тут тоже будет паритет. Смартфонов будет хватать железно на день среднего использования. Для менее смартфона зависимых юзеров может и на полтора дня. Учитывая чуть больше экран 8 Pro и чуть более требовательный Proz, жить они будут плюс-минус одинаково. Ладно, не буду удлинять данный видос. YouTube не очень любит продвигать длинные видео. Но в чем круче Redmi Note 7? Экран ярче. Звук из мультимедийного динамика лучше. И видео он снимает тоже лучше. В остальном или паритет, или лучше Redmi Note 8 Pro. Вы это видели сами. И плюс есть NFC модуль, наконец-то. Что взять? Конечно же, решать вам. Я бы, если брал, то уже 8 Pro, если, например, видео не играет важной роли. Но кто знает, что на уме у Xiaomi? Может, доведут до ума с обновлениями. Но самое важное, это же, конечно, цена. Думаю, стоит подождать немного падения ее на 8 Pro. А то сейчас она завышена. Смотрите по ссылкам в описании. А с вами был Smart Plus. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые сюжеты. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.